Христос воскресе. Воистину воскресе. Мир Владимир Тихонович, с вопросами актуальными к вам. Можно. Ну что ж, вопрос первый, который уже не только в пространстве православной меди, православных средств информации, но также это событие, которое дошло до самого верха. В частности, была реакция пресс-секретаря Пескова, нашего президента, на это событие. А именно то, что происходит в городе Екатеринбург, Свердловск, вокруг строительства храма протестующих, заступающихся. У меня тоже есть свое мнение, конечно, свое видение этой ситуации, но хотелось бы послушать ваше, опять же, во свете Библии, во свете истории церкви, что это за событие. Причем нужно сказать, что оно не одно, потому что подобное, пусть и в небольших масштабах происходит у нас, в Красноярске, связано со строительством Кафедрального собора, тоже на стрелке на берегу реки Енисей. В частности, вчера была реакция главы нашего города. Один храм он запретил строить, который находится на проспекте Свободный. А Кафедральный собор, в общем-то, было разрешено возводить, и тоже очень много копий уже сломано вокруг этих событий. И, собственно, возможно, эта реакция будет цепной, хотя как бы пообещали, что у нас такого не будет. Но, во всяком случае, такая симптоматика есть вокруг строительства храма. Вот что это означает? Это первый вопрос. Ну, говорить, что до конца означает, это события покажут, чем закончится. Мы посмотрим во свете Библии, какие события совершенно незначительные, недорогостоящие, за которые заплатили самую страшную цену потом люди, которые не имели откровения на это событие. Я повторяю неоднократно. Вот у меня сад. Конечно, трудно землю копать, там сажать. Ну, это привычка. Ну, и вот я утром прихожу, а в саду, допустим, у меня не досчитался одного яблока. Какое мне горе от этого. Да я даже не замечу. А потом я узнал, такой-то мальчик там это сделал. Я что ему могу сделать? Ну, уши отрывать. Да нет, конечно. Я ему запазуху накладываю. Именно так у нас и было. У меня там лежала рядом ведерко. Я его набрал полный и говорю, неси домой, всех ребятишек угости. Ну, может, я неправильно делаю. Вот я осмелилась назвать его богом. Такая мусульманская жена министра одного пакистанского пишет об этом. И у нее в сад приходили ребятишки, залезли. И она говорит, я теперь горько жалею, что я сделал. Они кричат, мешают. Я сказал, спилите, уберите это дерево и все. Так вот, самое ужасное, что случилось в жизни человека и человечества, это в раю плод. Она в подол не набрала яблок этих плодов от дерева, познания добра и зла, потому что у нее и подола никакого не было. Ходили ноги и ничего не замечали. Они не смотрели вниз, а смотрели вверх. И вот этот запретный плод. Но она не брала много, значит, ела, может быть, это надкустное, дала ему. Это вполне даже может быть. И однако за это заплатили, как сегодня подсчитывают, больше 100 миллиардов человек. Вторая мировая, самая ужасная война с атомными бомбами обошлась 55 миллионов всему миру. Первая мировая, 20 миллионов, так, подсчитывают. Ну, берем цифры, которые нам дают. 55, это половина не дохватывает до 100, теперь умножь. Это в два раза. А теперь еще умножь на действие 20 раз. А потом на 100, это уже 2000 раз. Это вообще невозможно даже сказать. Больше 100 миллиардов человек погибло. И нам рассуждать не приходится. Возмездие за грех смерть. Оказывается, у Бога другая шкала, чем у людей. Ну, как же так? Да Бог же добрый, Бог любовь. Так это Бог жестокий, это еврейский, жидовский Бог. Он убивает только родноверы, так называемые, язычники. Они буквально весь эфир заполнили этим. И есть некоторые ходившие здесь. Знались, близко мы были знакомы. Чем-то их кто-то огорчил. И они туда сиганули. И Бог добра сделался в Демиурга зла. Это страшная цена. Вот я считаю, первая книга Сарс. Люди работают на поле. И кто-то поднял глаза. О! Коров запряжен. А что это такое? А не знаю. Поближе, поближе. Так это в плену был ковчег. Корову везут. А кто знает, что за ковчег? Никто не знает. Ну, хоть кто-то смотрел. Да нельзя. Он за закрытой завесой. И там ни окон, ничего нет. Ну, а посмотреть можно. Никто ничего не говорил. А почему не посмотреть-то? Подошли, заглянули. Не плевали, не рубили. Это не баптисты были. Это явно. Это очень похоже на православных. Любопытные. Все слова новые придумают. Вот сарковица, окормить там. А то начинается окормление у них тут. Я имею в виду отравление. Их жители не порадовались без самиса. И Господь убил сразу 50 тысяч и 70 человек. Разменная монета очень и очень дорогая. 50 тысяч для того населения, когда... Ну, не было же миллиардов-то на земле. Когда вся Римская империя перед Рождеством Христовым была не больше 120 миллионов. Не больше. По самым-самым правильным подсчетам. Вот теперь смотри. Если я подошел вплотную к Москве. Я просто показываю. Ну, кажется, все. В бинокль рассматривали даже храмы. Он сразу разделяет, дает приказ. Гударян говорит, надо немедленно ударом. У них ничего нету. Вообще ничего нету. Никто не знает, что это время. До потопной пушки вытаскивают. Установят там, где их никто не ждет. И такие пушки, которые в Первом мировой так еще были. А они в музеях, да в складах были. Давайте этим путем. А там что, самолеты пролетели? Вообще ничего, говорит, нет. Пустая. Тогда давайте. Половина туда на юг. Нам скорее нужна кавказская нефть. Сегодня, когда говорят. Самая большая ошибка Адольфа и Гитлера. Вот эта ошибка была. Ни один из генералов не встал трупом. Давайте возьмем сначала столицу-то. Ну, а дальше все остальное наше. Пусть они катятся до Урала. А там Япония пойдет. Было не так сказано. Никуда. Ни одного танка. А остальное здесь. И вдруг танки выкатывают. Вот эта старая пушка бьет такими снарядами, что башни летят в сторону. Сразу немедленно дали телеграмму Гитлеру. Новое оружие изобрели. Один удар, и танка нет. Удар, и все, запрудили танками. Вот 28 панфиловцев и другие. Те на другом были. Просчет был вот здесь. Дальше пойдет все не так. У Наполеона точно так же. Зачем ему нужна была Москва? Когда Испания все под ним лежала. Все покорилась. В Москву возьмем Москву, сдали. Кутузов говорит, и Бородинское сражение не нужно было. Наши силы отсидеться. Терпеливо ждать. И зима пришла, и выморозила их всех. И они уже пошли в Березино. От армии остались крошки только. Не от Бородинского сражения. Я беру из мировой истории. И как? Молились. Так же было с Тамерланом, когда подошел. Икону Владимирской Божьей Матери перевезли. Храмы были открыты, как на первый день Пасхи. Весь народ рыдал и плакал. Ну, стоять абсолютно ни одного процента не было. Потому что там он прошел Ирак. Все пало. Индия, все покорилось ему. Железный храмец подошел вплотную. Но сновидение. Ночью объявилась Божья Матерь. Погрозила ему рядом старца бородатая. Повернул назад. И извечного врага России, Астраханского ханом, Сходу раздавил и сам ушел в песок. Это тогда, когда умеем мы ждать. Вот Румыния. Совершенная. Осовеченная страна. Щаушевску. Понятно. Очень он боялся отравиться. Везде за ним специально носили там Плягу, наверное, спирту протирал, Ручки, чтобы ниоткуда зараза не подошла. И вдруг одного Служителя церкви. Ну, церкви не православной. Я дословно узнал такой. Из каких-то протестантов. Название не знаю. Но его сильно уважали. Он там доктор богословия, кажется. И Он решил переставить с места на место. Народу много идет. Ну, из этого храма-то в деревенский. Любой архиерея это делает-то. Может быть. И были советники. Говорили, да, ну, пускай он служит. Убрать. А за него народ. Майдан. У него полиция. Он нисколько не боится. Секуритаты, тайная полиция. Армия пошла на ту сторону. И буквально день прошел. Только его поймали. И тут же с Еленой суд расстреляли. Понимаешь, когда начинаешь смотреть мировую историю, то прямо сегодняшний, вот этот Майдан, он рядом здесь. Но неужели ни одного нету, который вдаль бы смотрел, то хоть на один день-то вперед-то. В России был только один пророк в это время. Григорий Пимович Распутин. Который не просто говорил, если меня убьют, все зависит от меня, от моей жизни. Вот меня если убьют, простые люди, ничего не будет. Так и будет, швейцарь. А если будут дворяне участвовать в этом деле, значит, три года, там, пять лет будет смутно. Но если из царского рода кто-то будет, полностью рушится все от царской династии, все подают под нож, страна исчезает, это никто не сказал, ни Иоанн Кронштадтский, никто. С Иоанном Кронштадтским ничего не было связано. Самая оболганная личность именно Распутин. За всю, может быть, мировую историю. Потому что в Базеле, там, где собирались масоны, принято было решение все силы бросить. Обвинять, что он живет с царицей. Другое, царица всем командует. А потом показать, что шпионка она. Ну, а дальше, понятно, армию разложили и пошло. А всего ничего. А с чего началось? Не послушали глаз народа. А глаз народа был такой. Гришенька убрать оттуда, убрать. Он дурак тебе? Ну, уберите, Северно, ты будешь его сам хоронить. Царь тоже упертый. Встал поперек. А царь сказал? Ну, сказал-то, сказал. Ну, ведь нельзя же. У меня церковь за меня молится. Он не знает, что церковь отречется от него. И когда придет временное правительство, ему благодарственными телеграммами забьют. Наконец-то мы полную свободу получили. Нас ничто не связывает. И кто? И даже Антоний Храповицкий, основатель русской зарубежной церкви, он прислал телеграмму. Никто ничего не видел. Видел только один человек. И вот этот один человек неизвестен был. А если известен, то только с выдуманной стороны. Вот он там-то, там-то. Фамилия Распутин. А что Валентин Распутин, герой социалистического труда, как будто забыли. Это означает, на Распуте дорог стоит, а не то, что он Распутный живет-то. За ним ничего этого не было. Царь говорит, расследовать. Расследовали, как он тут гулял прошлую ночь, там, с женщинами в бане мылся. А он, говорит, в это время в Викторгенбурге был. Его даже рядом не было здесь. Не было. Ему надо неделю добираться было досюда. И вот так здесь. Та же самая история. Ну, а бывает так, что пророчество какое-то, сказал человек, который не церковный. Ну, Бог-то делает и ослица, заговорит. Мы знаем Каиафа. Он был не друг Христу. И говорит, ни о чем не думайте, что лучше бы один умер за всех, чем все погибать будут. И сказал, говорит, будучи на тот год первосвященником. Но сейчас, ну, противоположной религии нет первосвященника. Поэтому, я считаю, мое мнение такое, что Бог может подать знак через любую вещь. Вещь. Загорелась там, как вот, там, Нотр-Дам загорелся. Или еще через что-то. Я вот сейчас, я не знаю, знаете, нет, тут я маленький ролик хочу прокрутить. Он, вам, не знаю, как показать его. Ну, вы его потом найдете. А мне сейчас сюда надо показать. Он называется, сейчас, минутку. Вот, как он называется? Ага, вот он, я выключаю. Невзоров. Александр Глебович говорит об этом. Спасибо, милый. Начало крушения. Затопчут, добьют и посадят. Ты все равно победил, сделав очень много для всей этой несчастной страны. Екатеринбургу удалось то, чего не смог сделать никто. Он сорвал благостную лицемерную маску с рожи РПЦ. И показал всей стране ее истинный вурдалачий лип. Екатеринбург доказал, что попы задавят всякого, кто осмелится встать на пути ее бизнеса. Теперь даже самые тупые поймут цену приторным забыванием РПЦ о любви и духовности. Осмелившись восстать против наглого поповского произвола, вы открыли стране глаза. Возможно, Екатеринбург, ты пока и сам не понимаешь, что сделал. Но это очень круто. Ну вот он сказал, это 54 секунды. 54 секунды. И он сказал, больше, чем все митрополиты вместе взятые на сегодняшний день. Я специально просмотрел, как они на площади, там часовые, я в курсе делал, как подходили. Там среди них был мэр города Екатеринбурга. И он правильно сказал, ну изберите из своей среды 30 человек. В субботу вы ко мне придете в полдвенадцатого. Мы там будем решать референдум, то другое. Это не так надо решать. Ну и все равно уже решение. Площадь эта никогда не была занята никаким сооружением. Народ ходит, приходят днем, отдыхают. В воскресенье дети играют. И вдруг этого не надо. Зачем? И которые выступают, говорят, мы не против церкви, мы не против Бога. Ну никогда здесь не было ничего, нам больше в городе негде пойти. Мы здесь только отдыхаем-то. Зачем надо? А мы сказали будем, потому что патриарх с этим, с президентом рядом. Придет момент, потянут друг друга на дно. И никакой патриарх, никакой синод. Не помогли царям. Отреклись все. И так и от президента. А он мог бы сейчас сказать, ребята, они что, вообще там безбожники? Да нет, они говорят, вон там место свободное, подальше маленькое. Там, построите храм-то. Мы же здесь и рядом будем ходить. Нет, я сказал, будем здесь. Вот Невзоров Александр Глебович об этом и говорит. Еще никто не понимает, что началось. А может, именно это как раз и было. Там, где закончился царь, тут может быть и вторая яма для другого царя. Вот какая, как события там могут. Я молился об этом. Мне тоже не открыто, но я по событиям другим сочленяю все это рядом и вижу. Как там люди с обозлением, там уже эти спортсмены пришли. Как уже, вот-вот, где-то должен засесть один, два, три снайпера. Издалека, с расстояния, может быть, 700 метров. Выбрать фигуры, какие надо, и сразу отстрелять человек хотя бы 15. Это всегда нужна кровь. Крови еще пока не хватает. Именно так было на Майдане. На крышах засели снайперы, постреляли, спрятались и никого нигде не нашли. А это провозглашается героями. Ну, как вот когда перестройка-то была, ГК ЧП-то. Сунулись, троих убили, как по заказу. Один там русский, один еврей должен, обязательно еврей должен там быть. И тогда все поднялись против и смели, и власть как не бывала. Зачем они делают, когда храмы пустые? Они не идут на благовестие. А если бы сказали так, патриарх, давайте соберемся. Я им говорю, это уже несколько лет. У них самый большой противник сегодня Невзоров Александр Глебов. И заметь, вот вышел фильм «Антихрист». И он как поцаряется, как действует. И имя ему Александр. Вот против меня нападает там какой-то Духан, Александр. Синицкин, Синицкин, Александр. И здесь самый большой у них безбожник, это Невзоров Александр. Они не понимают, что заключено в этом имени. Я тоже не знаю. Но знаю, что сатана, именно сатана, теперь через них. И говорит, вот я недавно всем разосрал фильм, интервью у дьявола. Смотрел? Ну, коротенький фильм. Но как они подобрали артисты, какой нижнюю губу, и каким показывать рот разъянул, журналист даже отшатнулся. Так вот, Невзоров, он очень похож на этого, на дьявола. А образ, внешний, я внутренний, бог судя ему. Ну, именно вот какой он прокуренный такой стоит, видно, пожелтевший уже, и злоба иссушила его. Он люто ненавидит православие. Но говорит по делу. Когда я был в Москве, меня спрашивали священники, там, игумен. И, ну, почему вот вы так вот, вроде одобряете, там, Невзорово. Я говорю, а где вы нашли, что я одобряю? Ну, покажите. Ну, все равно, вот, 32 его ролика я разбираю. Меня попросили, выставили мне эти ролики. Я разбираю и показываю, сколько в них правды сказано. Поэтому вам бы нужно в патриархии избрать самых достойных или самых популярных, ну, кого там Андрея Кураев, конечно, взять, человек пять, и послать к нему, где он бывает. И сказать, Александр Глебович, вот выступаете против православия, тем более учились там семинарии, тем более ваш дед был, и дед или отец был генерал КГБ, занимался этой линией. Мы просим вас от имени патриарха, не бойтесь, не унизится патриарх этим. Страшнее намного другие дела, которые за нами числятся. Вы придите к нам в такое-то вот время, ну, если вы не один, можете взять человека, два с собой, которые вам бы писем, надо записку подали, что еще, чтобы не забыли. Чтобы ты не один был, у тебя, ну, комитет поддержки-то должен быть какой-то. Вот. И вы придите и выскажите нам все наши мерзости. Как пророк говорил, Бог говорит, иди и выскажи им все мерзости. И выскажи нам все. И мы тогда разберем на синоде тут, или как соберемся в священный синод, и посмотрим, что из этого выполнимо, что неправда, что вы недопонимаете. И мы хотим, чтобы вы к нам пришли. Вы думаете, чтобы он не пришел? Пришел. А вот патриархия пошла совершенно другим путем. Они ничего не могут сказать, возразить не могут, а он факты. У него статистика. И говорит. Патриарх, говорят, будто бы. Если где он участвует в каких-то теледебатах, или вы там уже ведете, уже вас вызвали, и вдруг он появится. Вы сразу вставайте и уходите. Я так ахнул, вы что делаете-то? А кому кричать-то? Я один в комнате кричу. Сразу же появились отзывы такие, как я и думал. Во, какая у него энергетика, у Александра Глебовича. Эти черные дьяволы-то, смотри, как вымелись сразу. В народе назревает момент, когда ничего не надо будет. Что они делают? Представь, три священника сидят рядом, соскочили и побежали. Из-за одного, ну, тут другого толкования не надо. Да, он перебивает. Он, я говорю, ну, и вы перебивайте. А теперь, скажите, ну, выступает там Дерипаска, допустим, или какой-то такой миллиардер. Я не раз видел-то. Он спокойно стоит. Жириновский там беснуется. Он стоит, до конца достоял, повернулся, когда закончился, и ушел. А почему? А ему, говорит, сказать нечего. Ему есть что сказать. Но ведь что говорить, когда горлопанит? Перебивает. Таких надо сразу удалять. Которые нарушают регламент. Тебе дано время? Выскажись. Нет? Значит, жди своей очереди. И вот в этом Екатеринбурге, может быть, пробуждается то, что еще не захоронено и не обретено. Мощи-то так и не могут найти. Не могут. А это может быть могилой для всего, что есть. Рядом, где это Ганино. Я там был, ходил, смотрел и прочее. Им там не надо храмов. Там в одном-другом месте собираются, остальное такое пустое. А где понастроили храмов-то? Попы говорят, такая высота. Тепло не задерживается. Топим. Даже на топливо у нас денег нет. И поэтому идут на самое-самое такие. Везде. Таинство, стимония. Бога там нету. Где враг действует. И поэтому он увидел. Они, говорит, которые начали там это тянуть решетки в свои стороны, в другую. Они еще, может, и сами не понимают. Он абсолютно правильно сказал. Он ничего не сказал, а сказал то, что есть. Что на пути РПЦ они сметут. Появился голодин. Что они с ним сделали? Там обнаружил этих садомитов. Ну и стало известно через протодиакона Кураева. Что они с ним сделали? Молитву составили старцу, чтобы его Господь то и то сделал. Молитвы против. Я смотрел, они сумасшедшие. Они не верующие. Они Богу не служат. Да они, его, кажется, ногтя не стоят-то. Он сказал, чтобы разобрались, посмотрели, что вы из будущих священников делаете, каких. Не слушают никого. Господь говорит, с утра раннего я посылал к вам пророков. Одних убили, голову пробили. Ну, это притча про виноградарь, это же самое говорит. На этом событии мы можем заглянуть чуть-чуть за то, что есть. Меня спрашивают, а как вы относитесь? Со скорбью и печалью. А то, что народ вообще у них никто. Никак. А теперь референдум сделать. А почему вы раньше референдум не сделали? Опубликовали везде, провели. Да можешь это провести-то. Это может сделать губернатор даже. Референдум. Сколько голосов большинства, все согласны? Согласны. Но только заранее договоримся, какой бы выигрыш не был, здесь не строить, а строить дальше. А почему? Узнать мнение людей, как по Исааковскому собору. Нигде, никогда не было, ну, первые хотя бы четыре века, чтобы за храм сражались, тряслись. Это потом придет. Деяние апостолов написано, ежедневно собирались по домам. Вот как мы сидим, у нас нет никакого знака, ни креста тут, ни купола, и люди приходят и молятся. Поэтому на это событие нужно смотреть, как на открытие слепоты патриарших. Они, говорят, любого сметут, там сотню дворкиных выставят. Почему написал Степаненко-то статью, я сказал, статья столетия. Как православные пожирают друг друга. Ничего дурнее нельзя сделать. Это очень хорошо спланированная акция. Сидели люди, может быть, в Америке, в Израиле, ну, неужели клюнут на это православные? Православные! Сказали бы убрать вокзал или администрацию, они бы убрать, пожалуйста, лишь бы храм ставил. Храм. И схромались. Храм Господень, храм Господень, храм Господень. А Господь, говорит, камни на камне не остаются. Чтобы трижды так повторить, я больше Библии не нахожу. А почему? Это было в Израиле. Храм, храм, храм. Господень не наш. А Господь пришел и говорит, это дом мой. А вы из него что сделали? Дом торговли? Вертип разбойников? Это два раза он был и по-разному усугубляя название, менял ему. Здесь то же самое будет. А Невзоров до этого говорил, я не хочу, чтобы попов снова с колокольни вниз головой спускали. Как было в революции. Вы прислушайтесь, что он говорит. Он вашу пользу говорит. Меня никто не слышал и не прислушались. А может случиться так, что это действительно начало конца. Начало конца. И уже ничего не сделать. Если народу сейчас все покажут, какие попы, что занимались. И сегодня протестантов в мире намного больше уже, чем православных. Потому что они день и ночь проповедуют. Правильно, неправильно. Это другой вопрос. Но они людям говорят, что Христос любит людей. Христос умер за грехи людей. Христос принимает вас такие, как вы есть. Нам не надо. Там церковники придумали каноны. Они это все смели. Ну и что у них там есть, мы видим. И бритые, и при галстуках, и в штанах женщины. Надо только внешне смотреть, как... Вот у меня этот молочник-то смеющийся был, Джастас Волкер. И он говорит, у нас там более двухсот... Сколько он сказал? Двух тысяч. Более двух тысяч. Или двадцати... Двадцать тысяч. Вот назвал как. Больше двадцати тысяч разных названий. Как они любят называть динаминации конфессии. Я знаю, что в мире намного больше. Но главное, это там у них. Оттуда все идет. А теперь у них трамплин через Украину. И вот там они сидят, они ничего не делают. Но они думали, как свалить страну. Как? Никак. Гитлер не смог взять, нам не взять. Атомные бомбы есть. Но нужно так поработать с тем, у кого атомные бомбы в руках. Чтобы он сам увидел, народу надо дать жить. А какая-то система. А какая социализм. Ну давайте так сделаем, чтобы все открыли. И сказали показать человеческим лицом социализм. А вы знаете, что появится? Там чудовище появится. Так и было. И они нашли этого Говоруна. Два высших образования. Этот дядя Миша пришел. Он сам не знает, что он харизматической личностью. И в нем было все зашифровано. Когда мне это открыли, я понял. И такую фамилию, только одна фамилия на земле. Так, одна. И она была уже высвечена. 666 почти что. Но не то. А как? А у нас в камере сидел преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. И он говорит, вы никогда не задумывались над фамилией этой? Я говорю, нет. Ну Горбачев то, горбатый какой-то. А его Горбина загазал. Нет, то другое. Вот смотрите, у вас... Дальше я сам уже говорю. Сосед какой фамилии? Ну я говорю, Кондин. Так, Кондин. А с этой стороны кто живет? И я говорю, Спирин, КС. Ничего не получается. Если вы бы были избраны, то там было бы так. Вот Лапкин, ЛЭ. Дальше ЛА. А до П, К и Н. Вот четыре, чтобы К. Значит, Константинов. На другой стороне живет как-то из Сахаров. П. П. К. И Н. К. Константинов. Вот я говорю, это... П. Там, Приблуднов или какой-то еще. Чтобы буквы со всех сторон, первоначальные фамилии, они сошлись на этом. На вашей фамилии. В вашей фамилии были выбраны. Я говорю, это никак нельзя сделать. Это нельзя сделать, но вы не можете. Ну, может где-то можно, не знаю. Ну, так как нас много в стране, там 100 миллионов, то, может быть, что-то можно нас крести. Ну, говорит, не так, чтобы четыре. Да четыре не бывает. Обычно два с двух сторон улица идет. А вот, чтобы первое лицо государства, и у него были последователи, и все их фамилии начинались по порядку в одной... Да не может быть. Ну, говорит, смотрите, пишем. Он пишет, Горбачев. Гор, это понимаем, это горе людей ждет. Дальше Б. Брежнев. За ним кто? Я говорю, Андропов А. Гор, Ба, Ба. Я говорю, а за ним Ч. Редкая буква, редкая фамилия. Ч. Черненко. А дальше Ельцин. Горбачев. Йот они писали Е. Четыре в таком порядке, и первые буквы, и в монтированную фамилию Горбачев. Ты меня не убеждай даже. Это нельзя сделать. И такого никогда не было. Потому что там стояли многие, кого могли поставить-то. И Кулаков там был, и Романов был. И они по Наваревцу исчезали, внезапно авария там. Но должен был по имени Черненко. Он полумертвый. Этот больной. Зачем он такой умница был, Юрий Владимирович Андропов? Зачем он согласился? А за тем, что у него буква начинается А. После Брежнева. А. Полумертвый. Маргарет Тэтчер не успевала хоронить. Ездила-то, сватит. А это ее проект был-то. Развал-то. Это она придумала. Она сосватала. И дальше Ельцин. Ельцин еще там ничего и не было у него. Кроме пьянки, да. Без стыдства. Разграбить остатки. Вот и все. Вот точно сегодня мы должны кое-что увидеть. В одном или в другом. Я смотрю на имя Александр. Кто там у них защитник этого? Какой митрополит или кто это советовал? Я ничего не знаю. Но где-то там, мне кажется, что там где-то замешан Александр. Если это событие не окончится ничем. Ему же сказали. Ну, 30 человек придете, он, этот, мэр города говорит. Он так спокойный. Все, его окружили в отставку, в отставку. Ну, как маленькие ребятишки-то. Ну, у него там рядом стояло несколько человек. Он смело вышел. И говорит, оградку-то не надо трогать. Это от улицы от гаража. Ну, сломали тут. А это-то так. 30 сейчас сколько? Человек 15. Он говорит, ну, 20. Он говорит, ну, 30. Он говорит, ну, ладно, 30, пусть придут. Только не толпитесь у входа, иначе там не пройдешь. То есть, вполне нормально. Но они должны выход сделать только один. Не строить. И мне это сразу напомнило событие. Такая конфликтная ситуация была, когда об одном храме спорили. Православные и Ариане. Храм. Кто его строил? По всей вероятности, Ариане. Пришла государственная власть и отняли. Ну, как русские. Когда пришли, там были уняты-то. Отняли, все, отдали патриархию. А теперь, когда начали брать обратно, завопили. Нас выгоняют. Так эти храмы они строили. Они через 70 лет возвращаются домой. Или сколько? 50 там. 74-я годовщина. Да, примерно так. Вы что дурите-то? Храмы вы эти не строили. Отнимают-то чьи храмы? Свои, которые они строили. И он тогда, Василий Великий, народу говорит. За храмы спорят тут. Давайте так. Помолимся. Жребий бросим. Кому первым молиться? Они народ соберут им. И дать только спокойно. И закроем храм. Опьянем цепью еще дополнительно. Амбарные замки с всех сторон повесим. И чтобы двери сами раскрылись. Ну, народ согласился. Ну, а как тогда? Он говорит, условия такие. Кому жребий первую? Тот молиться будет. А потом вторую. А дальше видно будет. Ну, а если не откроется? У нас не откроется. У них не откроется? А у нас тоже не откроется. Он говорит, если у них откроется, мы им отдадим храм и уйдем. А если не откроется и у нас? А все равно отдадим храм и уйдем. Все говорят, да это несправедливо. Потому что вы не верите в силу. А раз не верите, все и правильно будет. Ну, так. Ариане помолились. Кричали, как, говорит, валовые жрецы кололи себя Огонь не сошел Илья один начал молиться И жертвы у них, и камни, и вода Он показал, что там ничего нет А тут придумали хлористый натрий там в реворде соли Там полить водой Он полил, оно зашаяло Да там хоть какой-нибудь не загорится ничего Ров, вода И он не боялся, Илья, восстать против них Что его молился вместе с ними Рядом были, как бы, старобрядцы сказали бы Какой он пророк-то там молился с еретиками Анапе моему Может быть, и так сказали бы Но мы видим, как стали молиться православные И вдруг раздался грохот Что-то невидимое рвануло за цепи Вместе с косяками вырвало И дверь эти забросило Ну и все хлынули Многие арияне обратились, они поняли Тут сила, тут мощь, тут живой Бог А у нас нигде Бог не подал даже виду Вот так надо решать и здесь Какое бы решение не было Узнать мнение народа И ни под каким видом там не строить Потому что люди, проходя мимо этого храма Многие не будут друзьями Злоба останется Злоба А эту злобу посеяли те, которые решили Менять обстановку Они и менять решили Щаушеску решил менять, передвинуть А его спрятал народ А потом пошло дальше Так Ну вот такое мое мнение Я смотрю на основание Слова Божия Никто не ожидал такое мизерное что-то И такие даст последствия Но через это высветилось Что на благовестие не идут Народ не обращенный к Богу вокруг И те, которые за и которые против Никого там нету Почему баптисты нигде не бьются за молитвенные дома? Вот старобрядцы здесь, в Барнауле Им дали место Выделило государство Далеко там где-то А не огромный храм Они его строили Не знаю, наверное, 20 строили Прекрасный, красивый, огромный Ну просто красавец храм Ну и большая территория Там никого нету А теперь там уже и люди И стадион рядом И у них спокойствие такое Зачем конфликтовать с народом? Это будущие, может быть, прихожане То есть они не видят Любого сметут Я удивляюсь Как удивляюсь? С благодарностью Богу Если бросились мгновенно Там и Дворкин Александр Леонидович Тоже Александр, вот заметь Я гляжу Самые нападки Самое зверское отношение Обязательно Александры Александр это и Саша Там обязательно ДС должно быть Я их на два варианта смотрю И Бросились на Ткащева Отца Андрея Это вообще Я когда посчитал Из-за чего там Женщину одну Он Ну как бы Выгорел ей Я считал Ну из-за этого Лишать Сана Восставать против Когда православие Это дохлое Совсем не знают Бога Вот вокруг меня Тут ни одного человека нету Чтобы даже в храм ходил А это наша Каноническая территория Вот твоя территория Значит ты должен отвечать Почему в этом доме Никого нету? Вот у меня рядом Он пошел за За хлебом А она дома бабка Приходит она мертвая Уже зарезанная Это ваши прихожане А поймают И он рядом здесь Через дорогу Рядом у двухэтажных дом С одной стороны С другой Я даже не знаю В церковь кто ходит Или нет То есть они не знают Народ и не видят Да это и не надо им Они неверующие Неверующие В абсолютном большинстве Я вспоминаю Как отец Геннадий Там что-то там Начал делать Чуть-чуть Как на него кинулись Андрей Кураев За него заступился Он ушел тогда К Иркутскому-то Потом вернулся И так как раз Да ты Баптист Минонит Им разницы никакой нету Они обязательно Должны что-то сказать То что в их пользу было бы А там ничего нету Все миссионерские отделы Самое негодное Что есть в стране Это не митинги А миссионерские отделы Самая обманчивая структура Они исчезнут Как никогда не бывшие И все эти дулевищи Все попрячутся Как крысы Ни одного не найдешь Они Жестокие Вместо сердца Ржавая железка Они не понимают Самого смысла О чем говорят Я наблюдаю за ними Где они выступают И они Нас много И поэтому Вроде с ними За это должен быть Бог Да они о Боге и не думают И все это кривляется Ужимаются Когда против у меня лагеря Тут комиссия Роспотребнадзор была Как они И они Лгут Там какого-то нашли Вот она у нас снимала ТВ-24 Четыре с половиной часа Четыре с половиной Снятой пленки у них Было А поставили там Ну не больше десяти Или сколько минут А остальное Поехали в Новокузнец И там какое-то Ударство Евгении Какое-то По каким-то делам Связям И вот он Такая вот эта Опухшая физиономия И кривится И вот Его сразу Вначале ругать Материть Я не успевал выбраться Такая кислая Хитрая физиономия Подобрать надо Ну и Лапкин Он учил детей Лгать Как лапкин Ну они убегали Убегали и лгать Кому лгать-то Кому Или я сказал Что дядь придете Мы перед вами Простынь поселим Или дорожки Скатерти Нет Я сказал Детей я вам не дам Как я лгать учил Один вопрос То есть Он сказал Там Недолго Сколько Предложений Столько лжи И они это не убрали Не опротестовали Ничего Я удивляюсь Чему еще Так подожди-ка Что-то там Мне сведения Идут какие-то Ладно Вот я как смотрю На вот этот Как его назвать Митингом Не митингом Начало Майдану Может быть Но крови еще нет Но это может в один день Переменить обстановку С других городов Туда поедут Там начнется такое Мы даже не можем Сказать Как это вообразить И тогда будут хвататься Почему они В самом начале Не потушили Почему не прислушали Что я им говорил Все время Храмы строят Только там Где не вмещаются Другие Как у мусульман У них так Если на крыльце Десять осталось Прихожан Не могли зайти Все решение принято И даже не надо голосовать Строим новую мечеть А где Ну где покажут Где много нашего народа Митинговать не будем И нет никаких митингов 180 мечетей в одном городе И никто не митингует А в Греции В каждом дворе церковь И никто не митингует Нет, надо большой Но высотой Чуть пониже Вавилонской башни может быть И это не надо никому Храмов под за глаза 200 в Москве Также были В Москве А началось здесь Там отошло И тогда то, что там есть Это все могут снести Даже думать не надо Одним махом Как храм Христа Спасителя То взорвали Так и этот могут убрать А почему Впереди события Кровавые события Предсказанные в Библии А какие Ну, согласно Пророчеств Как их понимают Что войска Гога и Магога Должны прийти к Иерусалиму И там они падут И с тем месяцем Будут хоронить их Разбросанные кости Собирать Это придет А что такое Гога и Магога А когда говорится Роша, Мишеха и Фувала Я первый раз Прочитал толкование У кого? У еврея А какой? Был писатель Илья Эренбург Он был на Нюрненском процессе И говорит Я, говорит, узнал Что Роша Это Раша Роша Это произносение Говорит Ну, переводчики В то время Роша Они не думали об этом Они как произносят А так и говорили Вот у нас Год, говорим Год А гад А эти произносят Как гад У англичан Да не разница с американцами Так что Надо быть очень внимательным И Роша, Мишеха и Фувала Никуда не делась И Гога и Магога Собирают кости А это может начаться Сегодня Завтра Послезавтра А какое наше участие? Молитва Господи Избави нас от кровопролития Откроем глаза Я каждый день молюсь И молюсь Не один раз Стараюсь в семерку вложиться Чтобы Выслал Господь проповедников Настоящих Живых Возрожденных миссионеров Христианам Язычникам Иудеям Мусульманам И буддистам И чтобы Все что мы делаем Во славу Божию было Вот такое Мое мнение Такое мое видение О том Что там делается И об этом надо молиться Господи Да будет твоя воля Потому я не могу сказать Чтобы этого не было Почему? Проклятый удерживает меч Господень от крови Проклятый дело Господень делает небрежно Надо проповедовать Они не идут Это проклятие И горе мне Павел Если я не благовествую Так он священник Ну тогда Соберите священника Сколько Сколько в Красноярске Священников Кто пошел сегодня Взял жезл И пошел Кто? Какой архиерей Пошел по дворам? Кто на площадях Стал проповедовать? Если проповедовали В Красноярске были То зарубежные Заезжие Это у нас фильм есть И снятый о них Фильм про нас Но они вначале Сняли То это Малашин Как кричат Вопят Они нога за ногу Вот так вот Как американцы Рядом И на стадионе Огромный стадион Там где-то у вас И они там выступают Кричат Там завывание идет Вот так То есть момент За моментом Уходит Бог дает И считаем 16.5 К евреям Господь говорит И как ты забыл Меня И я оставлю Детей твоих Это Иосиф Пророк говорит Я устал Миловать Бог устал Миловать Да И все Быет отнято И тогда Исполнится Пророчество Которое Анатолий Младший Говорил Кукша Таких много Было Серапим Саровский Об этом говорили В каком состоянии Будет церковь Черниговский Лаврентий Будут украшать Не только снаружи Но изнутри Но отходить туда Нельзя будет То есть Прямо 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 Сегодня может Все вывернуть Изнанку И в храм Вообще никто Ходить не будет А если будут ходить Только те Которые Предуготованы К вечной погибели А сегодня Слава Богу Еще Но они Ну так не может быть Все время Ювенальная юстиция Не могла помочь То другое Одним махом Сметут Без всякой Ювенальной юстиции Потому что Предприятия закрыты На работу не ходят Люди Сдурели А сегодня В эти средства Массовой информации Можно что угодно Забросить И мигом Настроить людей Против Вчера Какой-то Выступает Старый Старый Человек Да будьте Вы прокляты Чтоб вы подохли Там Путин Медведев Показывает У меня Показывает Зубы нету Пенсия какая Пенсия Зубы не могу Вставить Пенсия У него У меня 8141 У него побольше 8400 рублей А Пойти Зубы Вставить 85000 Ну где я могу Взять деньги Всю жизнь Работал 40 лет Стажа трудового И он Ролик Выставили И он их Там Обоим Желает И которые люди Куда вы Страну привели Предприятия Тысячи предприятий Закрытие Торговой точки Тали на этом месте Даже трудно Поверить Что Не знают Правители Они не могут Не знать Иначе Какие же Они Правители И вот Дед Сидит И еще Новую Показывают Пенсии Вообще Нету 112 лет Ему 112 лет Совершенно Слепой И документы Утеряны Ну 112-то лет Много ли надо Ну 10-то тысяч Хоть дайте Не дают И люди Приходят То кормят Корреспондент Приехал Еще кто-то Первым делом Идут в магазины Купить И он Еще не видит Стал Там Этому Руку Жмет 112 лет Это Во-первых Возраст А потом Какой он Прямо Он Говорит Ну Дайте Хоть что-нибудь Нет Ну Там же Есть Соц Обеспечение Документы Ну Куда он Пойдет Какие документы А как он Там ходит Сестра Рядом У которой Ноги Едва Ходят Ну Маленько Загляните В это Если Футбольные Поля Покупают И разные Многоэтажные Особняки Там Какие Дворцы В Черногории То Почему Тут Не Посмотреть Все Это Ворованные Деньги Березовского И другое А чем Заканчивается Это По По тому Событию Которое Я сегодня Смотрел Ночью Что Они Там Делают Вот Такое Мое Видение Молитва Я Ничего Больше Не Только Будет Воля Твоя Но Меч Господень Удержит Крови Это Проклятие То Кровопролитие Будет Что Бо Небало Я Заранее Написано Семикратно Прославляю Тебя За Суды Правды Твоей Не За Конфетки Суды Но Если Это Началось И Там Есть Которые Уже На Это На На Учились Как Неприметно Убивать Отравлять Это Начнется Вспыхнет А Это Может Быть Уже К Вечеру Если Мне Прислушать Что Немедленно Погасить Можно Прямо Сейчас Сразу Снять Все Все Оградки Попросить Прощения Мы Не Обдумали Заранее Референдума Не Было И Благодарим Мэра Благодарим Вас Что Пришли Так Чтобы Другие И Другим Сказать И Другие Не Стройки Без Разрешения Народа Это Для Народа Делается Храм Иначе Он Будет Сметен Камня На Камень Не Останется Храм По Повелению Божьей Только Один Был Построен Который Стал Вторым И Будет Третьим А Все Остальное Наше Хотение А Там Бог На Горе Мариа Показал Где И Как Что Делать Если Бог Со Своим Храмом Не Защищал Что Ваша Храм Будет Вашу Торговлю Симонию Окаянную Все На Деньги Поставлено Я Не Думаю Это Высокая Башня Теперь Люди Попрут Туда Там Уже Никого Нет На Праздники Большие И То Пусто Вот Так Дорогой Спаси Христос Игнать Тихонович Все В этом Ответе Вы Очень Подробно Осталось Только Это Все Осмыслить Переварить И Дай Бог Ухо Кто Слышит Услышит Да Ну Я Поставлю Катеринбургом Назову Где Выход У У нас Все Записывается Выставляется В интернет Вы Не Против Нет Я Не Против По Славу Боже Я Про Форм Так Спрашиваю У У меня было два человека С Красноярска И я на вас указал Вас никто не спрашивал Спрашивали Находили Я встречался С этим человеком Беседовал Как его отношение К вам Хорошее? Отношение Хорошее Да У него Единственная У него Такая Интересная Мысль Была Ну Она Как бы Праведная И правильная Он Против Абортная Тема У него Была Вот Ну Что Смок Я посоветовал Вот Ну Судя по всему Он идет каким-то Своим таким путем Но мы встречались Да мы беседовали Хорошо А то я без вашего Разрешения Тут Раз Красноярска Я говорю У меня Научные технологии Так Я сейчас запишу А где он находится? Да он в самом центре Его найдут В центре Да? Он очень большой Да А в какой академии Преподаете? Сейчас уже С этого года Не преподаю Игнать Тихонович А где вы Находите в метрополии Где занятия ведете? Метрополия Это учительская семинария Учительская семинария Это кафедральный собор Поэтому в принципе Там все знают Кафедральный собор Понятно Ну вот так Ну все Во славу Божию Тогда сейчас Выключить И если есть второй вопрос Сразу задавайте вопрос Второй Чтобы отключились Хотя бы на секунд пять Добро Добро